Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ТОН-ТВ, программа «Разбор полетов». Меня, как и прежде, зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей телевизорской студии тоже, как всегда, замечательные гости Борис Луцкий и Лазарь Данович, мои коллеги-журналисты. Добрый вечер! — Которую тоже зовут, как и прежде. — Да, тоже, кстати, с прошлой программой не изменилось ничего. Тема, которую я хочу предложить сегодня вам для разборов. В Израиле у нас в очередной раз, очередной скандал в ответ на публикацию в Фейсбуке представителя партии НД Эвиктора Либермана. Поста о том, что именно Таньягу предпочитают союз с религиозными партиями, игнорируя интересы светского населения, разразился тоже в Фейсбуке. — Никто иной, как Арье Дерри, лидер партии религиозных сефардов. И там он, если говорить по-русски, перешел на личности, обвинил Либермана во всяких нехороших делах, ну и досталось до кучи то, что называется русским пенсионерам, для которых, по словам Дерри, Либерман требовал 2 миллиарда шекелей. А они, мол, зачем деньги, когда они не работали и бесплатно вообще налоги не платят. И после этого все понеслось, пошло в разнос. У меня к вам нескромный вопрос, ребята. Тот ли этот случай, когда то, что называется, паны дерутся, а у холопов чубутрищи от лазер? — Нет, по-моему, нет. Потому что Дерри пошел на совершенно сознательную провокацию. Он человек информированный, он не самый глупый в этой шайке-лейке. И он прекрасно знает, что в программных требованиях НДИ дважды уже на двух выборах было абсолютно четко написано, увеличение минимального дохода пожилых граждан Израиля до 70% минимальной заработной платы. То есть, я даже вам могу сказать, до какой суммы, до 3750 шекелей. Чтобы, как говорится, все наши нетруги существовали на эти деньги всегда. — Да, чтобы они существовали. — Да. То есть, он знал, о чем он говорит. Если он имел в виду, что не работали и не платили налоги русские пенсионеры, то, извините, речь может идти только о той части пожилых людей, которые пожилыми людьми-пенсионерами репатриировались в Израиль вместе со своими семьями. А мы прекрасно знаем соотношение в ашкенадских еврейских семьях, прибывших сюда. Это две пожилые, в лучшем случае две пожилые или полторы пожилые пары, к ним две молодые пары, у каждого по двое детей. — Так ведь, да? — Классический вариант. — Классический вариант. То есть, мы понимаем… — Только со скрипкой или с роялем. — Да, только со скрипкой или с роялем. Такая разница. — Я хочу напомнить, что в 60-е годы Алия, которую представляет собой репатриант, эмигрант Ария Дерри из Марокко, представляла собой совершенно иную картину. Их, правда, репатриировали… Они обогатили Израиль не на миллион душ, а только на, по-моему, от 140 до 200. Но там преобладали семьи, где был один муж и несколько жен, такие были семьи, да, с огромным количеством детей. Слава Богу. Но эти люди, которые с ними же тоже приехали в пожилом возрасте, пенсии в той стране, откуда они репатриировались или эмигрировали, в принципе, откуда их спасли, там не было такого понятия. Они прибыли из феодального общества, из королевства Марокко. Они тоже получали сразу пособия и сразу не платили налоги ни одной копейки в более бедной стране. — Более того, может быть, стоит добавить… — И получили бесплатное жилье. Где – это другой вопрос. — В таком состоянии пребывают несколько поколений этих репатриантов. — Совершенно верно. Так что он прекрасно знал, что он идет на провокацию, он засунул палец в больное. Имелись в виду в данном случае как мишень, конечно, не почившие уже, к сожалению, наши отцы и матери, а именно мы. То есть те, кто оказался в Израиле в плюс-минус 40 лет, 25 лет проработал здесь, сейчас им 65, пенсии не накопил, потому что обворовали, обокрали и унизили как только могли. — Лишних отложений не было, потому что поднимали детей и платили пиратскую, разбойничью ипотеку. Он в нас хочет ударить, потому что там абсолютно точно написано, о ком идет речь, кому прибавить. — Так что это провокация, абсолютно расистская, погромская. Ну, в смысле, такое мог выдать только погромщик, коим он и является. — Борь, хочу процитировать конкретно, что написал господин Дерри вот в этой части своего спича. — Либерман, хватит манипуляций и вранья, мы в ШАС, в отличие от тебя, постоянны, мы поддерживаем Танегу на протяжении всего его пути. Бенеганс не предлагал нам четыре министерских портфеля, он вообще с нами не вел переговоры. В отличие от тебя, получившего всего пять мандатов на апрельских выборах и требовавшего портфель министра обороны, министра по делам абсорции, еще какой-нибудь портфель и, в конце концов, попросившего постминистра по делам Иерусалима и делам диаспоры, а также постминистра по делам разведки. Конец цитаты. Там еще дальше есть, я уж остановлюсь. Борь, может быть, он в чем-то прав? Кольционные переговоры тем прекрасны, что просить ты можешь что угодно. Весь вопрос, что тебе дадут. И это большой вопрос. Он же не пишет о том, что он любит. Да, и надо сказать, что Арье Дерри, мальчик сообразительный, знает, где что плохо лежит, а иногда, где и хорошо лежит, все равно, собственно, не стесняется оттуда прибрать, как показывает опыт его двухсудимости. Как показывают дела. Да, двухсудимости и даже одной отсидки. Но вопрос, он при этом просит самое дорогое министерство и успешно его получает. Хотя, когда-то, на тот момент, когда он, уйдя с должности ровно из этого министерства, в места не столь отдаленные, ему было далее запрещено занимать это место. Но, когда он очень понадобился Антониего, то этот закон был отменен. Поэтому, дело ведь, вот что мне обидно в этой ситуации. То, что говорит Дерри, честно говоря, меня мало трогает. Не думаю, что и избирателей Либермана, в большинстве которых наши дважды соотечественники, это тоже, как будто, не было, сильно трогает. Если трогает... Судя по социальным сетям, это очень... Нет, если трогает, то каких-то, ну, людей очень пожилых, любитчивых. Нет, нет. Ну, может быть. Была сейчас реакция, большая и бурная реакция полутонного поколения. Да, вот этим ребятам действительно... Причем на иврите. Да, этим ребятам может быть действительно обидно, потому что они вообще не понимают, о чем речь, что речь. Потому что они знают, что им, бедному, нужно как можно быстрее вставать на ноги, чтобы кормить родителей, которым жить будет просто физически не на что. К чему и призывает господин Али Дерри. Чего нельзя, да, сказать совершенно про вот историю. Мне больше всего обидно, что я очень хорошо помню тот исторический период, когда Али Дерри отправлялся в места не столь отдаленные. И главные демонстранты, и главные борцы за то, чтобы это не происходило, были как раз русские. Ну, условные русские. И это мне безумно обидно, потому что тогда было понятно, что они идиоты, и что он их кинет при первой возможности. А во-вторых, было непонятно, почему они поддались этой истерии, почему они верят в это. Надо сказать, что очень много для этого сделал сам господин Либерман, который раскручивал на тот момент историю, какой несчастный Дерри, и как он прекрасен и важен для страны, и как плохи те вот... И от друзей не отказываются. Да, те вот люди, которые, вот, значит, его туда отправляют. Поэтому, ну, грязная история, что говорить. Они, может быть, просто вступили в период избирательной кампании, и поэтому... Нет, они, безусловно, вступили, а ему, безусловно, нужно придумывать какой-нибудь очередной трюк, чтобы там сохранить свои... Ну, это же старый день, неужели на это все еще клюют? Ну, наверное, клюют. Наверное, как показывает опыт нашей жизни, очень важно, против кого дружить. Это каким-то образом почему-то гонит избирателя и к избирательным уровням, это почему-то дает какие-то дополнительные голоса. Я за свою долгую жизнь не понял, почему это происходит, но факт остается фактом. А более опытные фигуры на израильском политическом, небосклоне, чем Дерри, просто нет. Которые, ну, как никто, знает, каким образом получают эти самые голоса. — Лазик, тебя хочу спросить. Ты говорил о расизме со стороны Дерри. А насколько приемлемо, вот в пылу страсти, приемлемо высказывание, типа, когда называют выходцев из восточных стран, арабы, принявшие иудаизм? — Ну, не знаю, я не сторонник такого. Я не настолько силен в антропологии и вот в этой части истории, чтобы так говорить. — А, кстати, это все правильно сказано. — Но, не знаю, я не буду судить. Есть, конечно, какие-то такие служки о том, что частично это берберы, принявшие иудаизм. Я за это ручаться не буду и думаю, что у нас сегодня не эта тема. Дай им Бог, пусть будут они евреями до 47-го колена, и все в порядке. Но какими евреями? Тут вот тоже есть вопрос. Когда еврей и иудей становятся специальностью, профессией, за которую ты еще требуешь у остальных, менее родовитых и менее сыновитых, чем ты, оплачивать тебе твое еврейство и особенно иудейство, то тогда возникают вопросы. Может быть, даже и такие оскорбительные, как формулировку, которую мы сейчас вот услышали. Я как раз не об этом. Дело в том, что это не борьба двух персон. Совсем не борьба двух персон. Это абсолютно точная провокация, нацеленная на приобретение голосов, на черни, на толпу. Понимаете, почему вы живете там? С той стороны или с обеих сторон лазиков? С той стороны. С этой стороны, кроме обиды на эти слова и разведения руками, ты что, сказился? Среди израильтян евреев трудоустроенность 68%. Среди израильтян русскоязычных 77%. Понимаете? То есть, мы, конечно, больше работали на этой земле, потому что кое-кого из наших соплеменников всех-всех-всех, которые здесь живут подольше, есть и бабушкины квартиры, есть возможность похалтурить, есть возможность вообще никогда не работать. Заметьте, что... И не платить налоги. И не платить, а уж не платить налоги, сам Бог велел, работа по-черному. Половина из тех, кем хвалится, ультра-ортодоксы, говорят, что о чем вы говорите? У нас каждый второй работает. 50% трудоустроенности в ультра-ортодоксальном секторе. Но, пардон, это трудоустроенность внутри своей общины, во-первых, во-вторых, как правило, по-черному. Так что налоги не платите, это именно вы. Это первое. Второе. Они говорят, они говорят, что... Они им говорят. Смотрите, это люди, вождь которых, что не так, да? Вождь которых поднял знамя борьбы с нашими аврехами, с нашими учащимися ешиф и шиботниками, с нашими святыми гениями, без которых вообще Тура невозможно растолковать. Если их не будет 150 тысяч, кто же нам растолкует, понимаете? Поэтому они святые. А кто помолится за дождь, за ветер, за прививку от гриппа, кто помолится? А кто бюджет распилит? За бюджет, за 150. Вот почему мы хотим сейчас это сделать, потому что это те, кто посягает на святое, на наше святое нахлебничество, на наше святое захребетничество, за наше святое все. Согласен. Борь, к тебе вопрос у меня. Депутат Кнештат партии НДИ, наш дом Израиля, Алекс Кушнир, распространил, ну, типа флешмоб такой популярный сегодня это слово и действия. Небольшой плакатик на видео показал Дерри, иди домой. Скажи, пожалуйста, это тоже чистой воды популизм. Понятно ведь, что это выполнено не будет никем. Дерри домой не пойдет. Для чего это все? Ну, я не злой человек, но тоже надеюсь, что он пойдет не домой, а все-таки очередной раз в тюрьму. Кстати, дело открыто. Как, это уже рекомендация прокуратуры. И сегодня у него в жизни одно счастье, что перед ним по порядку находится Нитаниягу, и, соответственно, прокуратура уже сказала, что у него не хватает силы на тех и на тех, и когда они, наконец-то, как-то сдвинутся с мертвой точки дела Нитаниягу, они займутся им. Поэтому его святая задача, чтобы Нитаниягу оставался в том положении, в котором он есть, всеми возможными способами. Не исключено... То есть они сейчас вместе как наручники? Конечно, конечно. Нет, более того, когда Ариадель говорит, что он всегда был сторонником правого лагеря, звучит это смешно, потому что практически не было за это время, их было мало, они были короткие, но правительство... Ну, как бы лево, в которого они не уходили, да. Более того, мы хорошо помним, что они успешно поддержали столь ненавистную многими сегодня Женевскую инициативу, и не просто поддержали, а их духовный вождь приказал ее поддержать... Были решающими голосами. Решающими, у них было тогда 4 мандата, которые были решающими. Более того, он тогда это галахически объяснил, почему надо поступить именно так, а не иначе. Поэтому мне каждый раз очень нравится, когда политические лидеры начинают нести подобное, потому что им все время кажется, что мы все уже умерли. А мы еще не умерли, и даже не в окончательном маразме. Поэтому мы помним, как это все происходило, а так как уже тогда имели некоторые отношения к прессе, то это... Мы еще и отслеживали это, да, еще и отслеживали. Потому что обязаны были. У меня напоследок к вам, может быть, наши телезрители сочтут этот вопрос расистским с моей стороны, но оно не имеет непосредственно прямое отношение к Ария-Дере, но произошла у нас тут одна безобразнейшая, на мой взгляд, история, когда на церемонию памяти первого премьер-министра Израиля Дэвид Бен-Гуриона выпустило Министерство культуры, подчеркиваю, Министерство культуры выпустило пригласительные билеты, на которых вместо портрета Бен-Гуриона был Левейш-Коль изображен. Напомню, Министерство культуры у нас возглавляет соплеменница Ария-Дере, Мири Регев. Так может быть, все-таки проблема-то в происхождении, а не в культуре. Нет, конечно нет, потому что известно огромное число, огромное число порядочнейших, умнейших, образованнейших людей, которые составляют цвет нации, назовем это, которые либо сами родились в странах Северной Африки и Передней Азии, или их привезли сюда детьми, или они родились здесь, являясь выходцами из этих семей. Я очень не сторонник таких обобщений, ни в коем случае. Я спросил, как Ария-Дере. Когда это делается специально, Ария-Дере и Ижи с ним делают это специально, то есть, когда это они делают из российских побуждений, они, к сожалению, находят отклик как по ту, так и по другую сторону. Теперь, что касается вот этого приглашения, я думаю, что это просто халтура, это очередная халтура, это очередное, если уж связывать это с кем-то. Есть же люди, которые все это проверяют. Значит, так проверяют, значит, проверяют они... А мы просто не знаем, такого качества люди, к сожалению. Они проверяют только свой счет первого числа каждого месяца, вот, и проверяют, есть ли зерна в кофемашине. И таких, к сожалению, тьмы тьмущие. Я когда, я горжусь тем, как строится Тель-Авив, прекрасно, то есть, ну, на глазах, превращается просто в Манхэттен, так, прелесть. Я все время думаю, а где взять столько вот этого офисного планктона, чтобы заселить вот эти 36-этажные огромные небесные красоты дома. И потом понимаю, что найдут. И, видимо, несколько этажей из этих, они будут выпускать вот такие приглашения. Ну да, скорее всего, Борь, что ты скажешь по этому поводу? Хорошо, что там Леви и Школь, а не Авадия Иосефа запрошил. Смешно, что, конечно, вот если вообще так вспомнить, как выглядел Бен Гурен и Леви и Школь, трудно найти людей, которые были бы настолько не похожи друг на друга, типологически. Они не похожи друг на друга, как Грин и Школь. Да, и что касается, понимаешь, меня, я считаю, что вообще каждый раз назначение в мире Рейдев именно министром культуры, это такое особое утонченное издевательство не Таньягу над еврейским народом. Потому что, ну, есть вещи, которые делать нельзя, потому что нельзя. Потому что там евреи много где прославились, не сомневая на свою малость. Но, думаю, что почти больше всего как раз в культуре. И назначать, ну, мягко говоря, полуграмотную женщину, которая еще и с таким презрением искренним относится к культуре, настолько ничего в этом не понимает. Все-таки, ну, почти, это не престижное министерство, у него довольно мало денег и так далее. Но... Что тоже характеризует. Что тоже, прежде всего, характеризует. И это, на самом деле, катастрофическая ситуация. То, что, там, например, сегодня происходит с главным театром страны Абима, который успешно, так успешно проруководил Эмилия Рейдев, что он стал банкротом. Отношение к этому, хотя главный государственный театр, ну, мягко говоря, поддержать не очень сложно было. Даже вопрос не в финансовой поддержке, а в том, что можно было легко договориться, чтобы ходили туда школьники, и пускай бы это было, там, бесплатно или очень дешево для школ, но, по крайней мере, там говорят, что там в театр мало ходят. В театр просто так, случайно, ни в одной точке земного шара ходить не начинают. Сначала государство должно, там, или общество, провести очень большую работу, чтобы человек привык к такому типу высказываний, такому типу мировоззрения и так далее. Если министр культуры, которая сама, скорее всего, слово театр узнала, когда ее заставили этим заниматься, ну, это смешно, нет шансов, что тогда произойдут какие-то в этом смысле изменения. И это очень жалко, потому что та самая еврейская культура, которая всегда была, просто умыли. — Я одно добавление просто в пандам. Это Министерство культуры и спорта, кстати. И о спорте, если уже серьезно, то пока такого же отношения, какое ты говорил, к театру не будет, к спорту, мы будем плестись вот в этих колхозных лигах, понимаете? А чтобы закончить наш разговор все-таки на той же ноте, на которой начали, были лучшими тренерами, лучшими подвижниками, даже в отсутствии системы детско-юношеских спортивных школ, даже на кружковом уровне, на уровне частных секций, все равно были и остаются русские, бывшие советские спортивные педагоги. — Спасибо. Спасибо, друзья, за этот очень интересный разговор. Спасибо вам, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин